Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Индит Игорь Павлович, я врач-невропатолог. Сегодня мы с вами поговорим о таком известном заболевании, как депрессия. О депрессиях известно очень давно. Возможно, само заболевание и появилось с момента зарождения человечества. Потому что еще в работах Гомера в Илиаде говорилось о депрессиях. Сам Гиппократ писал о депрессии как о меланхолии. А известный психиатр и психоаналитик Фрейд точно охарактеризовал депрессию как состояние озлобления по отношению к самому себе. Поэтому в самом понятии депрессия, депрессию, говорит о состоянии подавленности, снижении настроения. Существует так называемая триада депрессии. Это снижение настроения, нарушение мышления и мышечная слабость, апатия. Депрессия преследует нас везде. Она мешает нам работать и жить. У нас возникают социальные конфликты как дома, так и на работе. Поэтому это заболевание очень важно в диагностике и лечении. Как правило, больше депрессии подвержены молодые люди. Если говорить о половом различии, то это молодые девушки. Депрессия возникает в результате конфликта на работе, в результате семейных ссор. Депрессия связана с болезнью близких нам людей. Эти состояния, вызывающие слабость, вялость, апатию, меланхолию, требуют в первую очередь консультации специалистов. Потому что бывают состояния, которые тоже маскируются под депрессию. И поэтому вовремя диагностировать это заболевание позволяет нам дифференцировать соматические и вегетативные расстройства. К соматическим расстройствам мы относим заболевания органов и систем. Заболевания легких, заболевания сердца, заболевания кишечника. Вегетативные расстройства – это в первую очередь расстройства, связанные с поражением центральной нервной системы. Следует помнить о том, что вовремя не диагностированная и нелеченая депрессия приводит к нарушению жизненного цикла человека. Поэтому в следующей нашей передаче мы поговорим о причинах развития депрессии. До свидания.